Неожиданно прозвучало признание юной модели Лизы Адаменко, которая замужем за топ-менеджером крупной нефтяной компании Валентином Ивановым. Если коротко, развод, потому что муж поднял на неё руку. Объясню, почему к этой паре такое пристальное внимание прессы. Дело в том, что сейчас Лизе 18, супругу 55. Свадьбу сыграли год назад, то есть, считаем, женился на несовершеннолетней. А встречаться начали вообще, когда девушке, или тут уместнее девочке, было то ли 13, то ли 14. Слухов и пересудов по поводу той свадьбы предостаточно. Кто-то завидовал, кто-то ругал олигарха, но влюблённые преодолели все трудности и, заручившись согласием родителей, отпраздновали союз в Ницце. С тех пор Инстаграм Лизы пополнялся всё новыми счастливыми фотографиями. Картина идеальная. И вдруг такие новости. Сказка закончилась. В причинах покопалась Екатерина Миронова. Екатерина, приветствую. Здравствуйте, Алексей. Может, разлучник появился? Фамилия Рома Жёлудь всплывала, например. Жаль, что видеоблогер трубку не берёт, а то непременно бы у него спросили, что же у него с Лизой Адаменко. А то всё сплошные недосказанности до странной фотографии. Пользователи Инстаграма ахнули. Похоже, нашумевшая история о современной лолите вот-вот подойдёт к концу. А ведь скандальному браку нет и года. Правда, свидетельства тому пока косвенные. Юная модель Лиза Адаменко сама назвала стареющего богача уже бывшим мужем. Более того, сказала, что он её избивает. Запись трансляции не сохранилась, но фолловеры всё видели. Короче, сейчас Адаменко проводит транс и сказала, что её бывший муж распускал руки. Пусть ему будет стыдно. На руке синяки и на шее, ну не дурочка ли? Зачем выставлять свою личную жизнь на показ, да и в такой красоте? Модель прислушалась к совету поклонников и быстро забрала свои слова обратно. Заявила, мол, погорячилась. На своей странице среди шикарных пейзажей и собственных портретов девушка опубликовала это фото, где целует своего мужа, а в комментарии написала, что Валя, цитата, один из самых лучших людей, которых она встречала в жизни. Кстати, психологи подозревают, что Адаменко не соврала о побоях, когда разница в возрасте почти 40 лет, очарование быстро сменяется раздражённым разочарованием. Трудно быть богом, да. И в тот момент, когда она понимает, что он не бог, у него есть совершенно человеческие особенности, черты, он не идеален, то есть она начинает как-то разочаровываться в нём, а мужчина разочаровывается уже в ответ на разочарование женщины. Возникает, соответственно, конфликт. И, скорее всего, вот это нарушение границ, оно возникало и раньше. Где-то вначале, может быть, он стал повышать голос, где-то прикрепнул, где-то, может быть, замахнулся, где-то легонечко толкнул. И вот, наконец, он ударил, она заметила. Где правда, а где выдумки инфантильной девицы, доподлинно всё же не ясно. Пиарщики на заявление Адаменко смотрят со своей колокольни. Не исключено, что девушка просто таким способом удерживает внимание поклонников. К слову, на волне скандала модель опубликовала фотографию с видеоблогером Ромой Желудем с нежным комментарием «Ты моё счастье, ты моё вечное лето». Правда, Адаменко эту публикацию быстро удалила. Но количество комментариев пошло в гору. У модели всего 168 тысяч подписчиков. Для амбициозной особы всё же маловато. Чёрный пиар – это тоже пиар. И даже если у какой-то личности прошёл негатив, негативная какая-то информация, то так или иначе количество подписчиков увеличивается, количество лайков тоже увеличивается. Соответственно, так или иначе, это всегда идёт в плюс. Если мы говорим о шоу-бизнесе, то есть пиар ради пиара. Ещё один любопытный нюанс. Предыдущая жена Иванова тоже из уральских моделей. Алене Филинковой сейчас 24 года, но она уже успела побывать супругой топ-менеджера, родить ему дочь и развестись. Очевидно, знакомство пары произошло тоже в её ранней молодости. Станут ли истории двух похожих жен полностью идентичными? Пока интрига. Екатерина Миронова о разнице в возрасте.